Доброе утро! Первый день сегодня нашего Донбая. Посмотрите, какая панорама за нами. Горы. Не знаю, видно, нет? Вот так вот точно будет видно. Вот он, вот он, вон и там горы торчат. Вчера мы этого всего не видели, а сегодня уже видим. В общем, сегодня мы едем на водопад Алибек. Сначала доезжаем до лагеря на машине, дальше идем пешочком. Если успеем, то пойдем еще на туре озера. Все покажем. Вот здесь такой пункт пропуска. Мы заплатили 600 рублей, по 200 рублей с человека, 200 рублей за машину. Вот дали нам чек. Спросили, есть ли у нас пропуска, но проверять не стали. Говорят, что дальше, может покажите, если у вас управление пропуск, значит там все правильно. Просто, говорит, что пас пограничники вдруг не завернули. Вот такая интересная дорога здесь, даль плагеря. Где-то рядом есть такая достопримечательность кладбища альпинистов. В смысле? В прямом. Они там по-хорошему? Ну, наверное, сейчас заедем, посмотрим, если не проскочим мимо. Но она как достопримечательность указана, поэтому, я думаю, будет какой-то указатель. Написано оно было на шлагбауме, что в связи с паводком на туре озера проход закрыт. А он мне сказал, что, говорит, я вам такого не говорил, но в принципе пройти можно. По камням, говорит, запросто проскочьте. Мостов нет. Испарения идут после вчерашнего дождя. Такой туманчик. Сосны, великаны. И горы. Вон там уже вверху ледники видны. Красота. Наша первая остановочка – это так называемое кладбище альпинистов. Здесь есть такая беседочка. Краткая история альпинизма. Вот. Кому интересно, сделайте стоп-кадр, почитайте. Здесь рассказано про строительство альплагеря и прочего. Ну, идем посмотрим, что там такое. Ну и вот оно кладбище. Так. Да. Семьдесят первый год. Семьдесят третий. Семидесятый. Да, горы забирают. И мужчины, и женщины. И даже вот такой старый крест. Непонятно даже кому. Скорбное место. Вот такая беседка для того, чтобы помянуть альпинистов. В принципе, кладбище довольно ухоженное. Ну, даже бутылочку водки кто-то оставил. И место, конечно, место хорошее. Жаль, что такое вот. Но если уж где и лежать этим людям, то, наверное, в таком месте. А вот отсюда отлично видно водопад. Интересно, это тот, к которому мы идем. Какой-то домик здесь в горах. Интересно, это уже альплагерь или это еще что-то другое? А еще какие-то домики развалины. Это крыша новая. Крыша новая, да. Да нет, да. Домик восстанавливают. Впереди леднику и здоровенный. Гостиница Олимпель. А дальше, наверное, можно поехать. Ну, все, дальше перекрыто. Вот здесь вот мы ставим машину. Вот там, смотри, там пиво. Пиво даже наливают. Нифига себе. Ну, какой альплагерь без пива? В 9.30 выходим из альплагеря Алибек в сторону Алибекского водопада. Вот такая вот дорожечка. Машину оставили внизу. Ну, судя по всему, недалеко. Высота уже 1880 метров. И мы только начинаем подъем пешком. Да, подходим к входу в пограничную зону. Вот здесь таблички. Ледник Алибек. Турья озера. Нам туда. А-а-а! Вот это да! Вот это да! Вот он ледник. К нему мы и направляем свои стопы. Ледник Алибек – один из самых доступных ледников Кавказа. К нему идет один из самых популярных маршрутов Донбая. Путь к нему не сложен, не требует специальной подготовки и снаряжения. Единственное препятствие на пути – это переправа через речку Джаловчатка. Алибек, как и многие другие ледники Кавказа, являются разрушающимся и отступают ежегодно на 7-8 метров. Сейчас его длина около 4600 метров, а глубина трещин достигает 60 метров. Так что ходить по нему в одиночку и без подготовки опасно. Здесь наверняка нельзя снимать, но я засниму. Вот это пограничный пункт. Пока пограничников не видно. Вот тут такая огневая точка оборудована. Домик. Правила поведения в пограничной зоне. Ну что ж, идем дальше. Пограничников нету. Так, и вот здесь вот развилочка. Направо идет дорога к Турьему озеру. Налево – к Алибекскому водопаду. Но мы сначала пойдем к водопаду. Написано, что до него там сколько-то немного метров. Ну, короче, не больше километра, я так понял. Попадаются вот такие вот знаки. Эту тропу в 1956 году прорубил альпинист и фотограф Геннадий Иванович Кук. Вот он с Мишкой. Вот туда нам. Здесь уже через ручейки начинаются мостики. Да, по одному человеку. Ну, мостик крепкий. Речка течет. Водичка чистая. Водопад уже близко. Такое окошечко, в которое его видно. Вода грязная, да. Грязная, потому что идет с ледника. И вот он еще ближе. Спускаться нужно вот по этой тропке. Подойдем под самое подножье скоро. Алибекский водопад один из самых больших и эффектных водопадов Домбаев. Он образуется падением речки Джеловчатки с Алибекского ледника. Его высота составляет более 25 метров. Водопад считается довольно молодым. Появился он только в 20 веке. Еще сто лет назад водопада не было. А скальный уступ был накрыт языком Алибекского ледника. До водопада мы шли меньше часа. Наверное, минут 40. И то с паузами. Реально дойти, наверное, за полчаса. А теперь мы пытаемся найти короткую дорогу к Турьему озеру. Чтобы не возвращаться к пограничному пункту. Вот пока вот такая тропочка есть. Пока нормально, меня она вполне устраивает. Галя, а тебя устраивает такая тропочка? Да. Пока да. Отлично. Мы подошли к еще одному водопаду. Я буквально ору в микрофон. Но думаю, что ничего слышно не будет. Вот это да. Вот это мощь. Водопаду метров два уступа. Нет, три уступа метров по пять. Офигенно. Подошли вплотную к водопаду. Пока пофоткались все мокрые. Офигеть. Здесь вот какая-то тропка. Похоже, она идет наверх водопада. Вот это да. Это мы поднялись наверх водопада. Аккуратней, Галь. Очень аккуратно. Так, вот сюда вот еще заберу сейчас. Вот это красота. Возвращаться нам куда-то туда надо. Вот он вверх самого водопада. Можно, конечно, подняться наверх, но непонятно, что там. Как раз тот случай, когда Саша и на Кавказе мудацкий шлях найдет. Вот от водопада, вот там наверху мы были, идем по морене, уже заросшие деревьями. Это такая у нас сокращенка к тропе Турием озеру. Ну что ж, время у нас есть, поэтому срезаем. Вылезли на тропу уже к Турием озеру. Сократили расстояние прилично, но по времени мы вряд ли что-то выиграли. Зато мы побывали наверху водопада. Галя, как настроение? Говорит, что не очень настроение. Странно, такой красивый подъемчик был по камням. Это же лучше, чем через лес продираться. Вот это тропа на Турие озера. Вот маркировочка даже имеется. Вот такие вот виды периодически с тропой открываются. Вот он ледник. Красавец Олибекский ледник. Вода с него истекает. Вот в долину. Вот тут был мостик. Вон он валяется. Снесло его. Годами, весной. Новый не поставили. Сейчас будем искать, где нам переправиться. И вот туда нам надо выйти. Вон там значок. Ну пойдем искать вверх по течению. Ребята переправляются. Вот так вот как-то. Так и мы сейчас будем только без веревки. Палками упираешься. Вот на этот вот камень. Да, да, на этот. Одной палкой ниже камня упирись. Все, да, остановись. Вот так вот. Ледник. Уже совсем близко. А Турье озеро где-то в другой стороне. Вот в той стороне где-то Турье озеро. Даже не знаю. На ледник хочется и на Турье озеро хочется. Сейчас бегаем на ледник по-быстренькому. Неужели мы почти дошли? Бирюзовое такое классное озеро. Офигенно. Сейчас еще чуть-чуть. Осталось к нему спуститься. Вот оно. Турье озеро. Интересно, туры есть? Туров нет. Вот ручеек впадает маленький. И ручеек большой. Вон он. Сейчас пойдем в большом ручейке наберем воды. Пить очень хочется. И вот здесь вот у нас будет пикничок. Ну разве не прекрасно? Там только что были туры. А, да, вижу, да. Да, слева и справа. Но на камере все равно ничего не видно. Вот вышли посмотреть еще на ледник сверху. Хотели здесь спуститься. Но крутовастенько. А вот там речка, видишь? Которую мы переходили как раз. Место перехода. Вот оттуда спуститься можно было. Мощнейший ледник. То, что я в Осетии видел. Даже рядом не стоял. О, вон ребята отсюда пришли. Может мы тоже так пойдем? Чтобы не спускаться. А, вон по этой. По гребню. И мы все-таки решились дойти до Олибекского ледника. Вот он прямо перед нами. В 30 метрах. Да меньше даже. Вообще, Турье озеро и Олибекский ледник это два разных маршрута. Но мы его умудрились засунуть в один. Теперь главное успеть забрать машину до закрытия шлагбаума. Вот оно. Силища. Сила, мощь и красота. Представляете? Этот лед замерз. Еще в те времена, когда не было человеческой цивилизации. И теперь... Мамонты оттаивают. Да, оттаивают мамонты потихонечку. Вон Туры уже оттаяли. Мы их видели. Ледник вот так вот пропитан трещинами. Ходить по нему нельзя. Да, вот так вот оно проваливается. Можно провалиться очень хорошо и очень глубоко. Течет реликтовая водичка. Эта водичка была в твердом состоянии миллионы лет. И вот наконец опять превращается в воду. Насыщенный у нас денек получился. Класс. Я на перевале. Галя подходит. Время 15.00. Мы четенькие ребята. И сейчас идем на переправу. Постараюсь заснять как это будет. Не. И как-то так. Переходят люди. Так, ну и я пошел. Что ж так холодно-то, а? Нормально, нормально. Галя, давай. Вот смотри. Проходи вот здесь вот чуть ниже. То есть, видишь, здесь большой камень. Вот ниже него проходи. Палки. После того, как две палки у тебя крепко упираются, только тогда переставляй ногу. Уперлась, переставляешь. Нога, если твердо стоит, переставляешь палки. Твердо упирайся, твердо. Потом только ноги. Так, есть. Еще один шаг и все. И будет легче. Палкой твердо упираешься и все. Все. Теперь будет легче. Вот так вот. Каля пошла дальше. Говорит, буду я еще здесь одевать ботинки, да? Но-но. Нам понравилось. Мы ходим босиком. По горным речкам. По босиком. Зато прыгать никуда не надо. Но ногам холодно. Палец. Галь, хватит. Галя, ты обратно пошла? Понравилось? На переправу у нас ушло 24 минуты. С раздеванием, переодеванием. Ну, а сколько заняла сама переправа, это я уже показывал. Сейчас время 15-24. Мы идем к машине. Думаю, что полтора часа нам хватит, чтобы вернуться к машине. Я сломал крепление на штатив для камеры. Так что дальше буду снимать руки. Вот таким образом. Может, не очень красиво. Может, я, конечно, что-то еще придумаю. Но маловероятно. 6 часов 15 минут. Мы уже подходим к нашей машине. Встретили пограничников на выходе. Пропуск они у нас решили не проверять. Единственное, снимать не разрешили их. Но это нормально. Это вообще, типа, как бы, ну, пограничная застава, да? Как бы стратегический объект. В общем, мы не будем их показывать. Прошли мы, навигатор, говорит, почти 9 километров. Ну, сейчас пока дойдем, будет 9 километров. Набор высоты был, не знаю, метров 250. Но мы то спускались, то поднимались. То есть, суммарный набор высоты там был больше. Устали ножки. Короче, где-то 7 часов у нас, наверное, занял этот маршрут. Вот. И мы сейчас возвращаемся к машине и едем домой, в Дамбай. В нашу дамбайскую квартиру. Вот последний взгляд на ледничок. Красота. Ну, вот мы и дома. Наконец-то. Наконец-то. Сегодня день получился... Насыщенным. Очень насыщенным день получился. Мы ходили в Олибекские, в Олибекское ущелье. Олибекские водопады посмотрели. На один забрались почти на самый верх. Сходили на туре в озеро. И даже посетили Олибекский ледник. Насыщенный получился день. Вернулись к вечеру. Прогулялись еще немножко по поселку. Присмотрели, что здесь так есть. Завтра мы собираемся поехать на канатной дороге. На какую-то гору. Я напишу ниже в видео. Не помню, как она называется. И потом съездить в еще одно ущелье. О котором тоже завтра в следующем выпуске расскажем. Сегодня купили вот такие вот хичины. Это половина хичины. Поженили их с крымскими чебуреками в одной тарелке. Они лежат. Сегодня вот так вот ужинаем. Так что до завтра. Спасибо тем, кто нас досмотрел до конца. Счастливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»